В республиканской станции переливания крови прошла благотворительная донорская акция МЧС за спасение жизни. Спасатели активно включились в компанию, которая стартовала еще в прошлом году. За это время они помогли многим людям, сдав десятки литров крови. Несмотря на многие достижения современной медицины, ее деятельность по-прежнему сложно представить без донорства. Для людей, попавших в беду, кровь донора становится бесценной. Вообще, это акция международная. Мы просто смотрим, как люди оказывают помощь в сдаче крови. В том числе, наш начальник главного управления, генерал-майор Антонов, в прошлом году организовал впервые сдачу крови всем лично составам аппарата главного управления. Надеемся, что оказывают помощь не только на пожарах, на авариях, на ЧАЭС, но мы считаем, что наша небольшая частическая доля оказания помощи в данном случае тоже должна быть гражданами. Процедура сдачи крови занимает около 10 минут. Донорство плазмы проходит дольше, около 40 минут. Заберут только часть крови, а оставшуюся он получит обратно, вместе с необходимыми витаминами. Эти процедуры совершенно безопасны для здоровья, но стать донором может не каждый. Человек должен быть старше 18 лет и весом не менее 50 килограммов. Существует также множество противопоказаний, с которыми лучше ознакомиться заранее. Для взрослого человека вообще 450 грамм не ведет за собой никаких физических нарушений. И в принципе они всегда переносят эту дозу хорошо. Организация МЧС приходит к нам сдавать кровь довольно-таки часто. Мы очень рады, что они к нам приходят. И ждем их через 6 месяцев еще. И ждем их как можно, чтобы больше приходили. Сдача крови полезна как для моего организма, так и для государства. Кровь кому-то нужна в самый необходимый момент, чтобы в запасе была моя кровь. Каждый человек должен сдать кровь хотя бы раз в жизни. Несмотря на то, что акция существует меньше двух лет, спасатели приходят на станцию переливания крови в третий раз. И их количество с каждым разом увеличивается. Татьяна Филатова, Николай Яковлев, Республика. Татьяна Филатова, Николай Яковлев.